МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компания Майкрософт объявила, что с 15 июня отправляет на покой свой браузер интернет-эксплорер, которым когда-то пользовались почти все, кто выходил в интернет. 59-летний актер Джонни Депп вновь предстанет перед судом. Адвокат искателей сокровищ из фирмы Файндер Скипперс считает, что ФБР препятствовали команде в поисках золота времен гражданской войны. В Соединенных Штатах родители подали в суд на детскую больницу после того, как их 4-летнему сыну по ошибке сделали вазэктомию. В Луизиане мать девочки, сочатая в результате изнасилования, обязали платить алименты своему насильнику. В городе Данкенвилл, штат Техас, 42-летний Брэндон Нэтт из Далласа устроил стрельбу в детском лагере. В Канзас-Сити, штат Миссури, собака самостоятельно включила кухонную плиту, заинтересовавшись оставленной хозяевами едой, устроила пожар и попала на видео. В США арестовали женщину, которая убила жениха и 2 месяца прожила в доме с его трупом. В США полицейские пытаются найти владельца 150-килограммовой загадочной свиньи, которая гуляет по территории округа Картер, штат Теннесси. Слонихи Хэппи, давняя жительница зоопарка Бронкса, придется там и остаться, поскольку суд Нью-Йорка постановил, что по законам США ее нельзя считать личностью. Нетфлик набирает желающих со всего мира для участия в телевизионном реалити-шоу, основанном на самом успешном сериале «Сквадгейм» «Игра в кальмара». 52-летний актер и сценарист Мэтью Перри заявил о том, что закончил написание авторских мемуаров о своей жизни. Дамы и господа, эти темы мы и рассмотрим в нашей сегодняшней передаче. Президент Джо Байден оказал на достижение своей администрации в сфере экономики, выступая на профсоюзном съезде Федерации труда. AFL-CIO Филадельфии на фоне растущих опасений Уолл-Стрита в связи с возможной рецессией. Федерация труда AFL-CIO включает 57 профсоюзов и 12,5 миллионов рабочих. Не Уолл-Стрит построила эту страну, цитируя эту страну, построил средний класс, так сказал Байден, добавив, что если инвестиционные фонды объявят забастовку, то с экономикой США мало что случится. Я не хочу больше слышать эту ложь о безрассудных расходах. Мы меняем жизнь людей, так заявил президент. То есть триллионы долларов, которые были запрошены нынешней администрацией на самые разные нужды, включавшие в немалой степени нужные интересы для Демпартии, Байден называет ложью о безрассудных расходах. Расходы действительно ведь безрассудные, и нынешняя рецессия тому свидетельство. Но это никак не ложь, а самое что ни на есть, мистер президент, реальность и правда. Но Байден и демократы указывают на низкий уровень безработицы, высокий уровень открытия малых предприятий, сокращение дефицита и рост заработной платы, особенно для работников с низким уровнем дохода, непропорционально пострадавших от закрытия во время пандемии, как на признаки сильной экономики США. Бюджетное управление Конгресса в прошлом месяце прогнозировало, что дефицит бюджета Соединенных Штатов значительно сократится до 1 триллиона 36 миллиардов долларов в 2022 финансовом году с 2 триллионов 775 миллиардов в прошлом году, благодаря резкому росту доходов и снижению расходов, вызванному восстановлением экономики. Однако беспокойство по поводу того, что позиция Федеральной резервной системы, нацеленная на снижение инфляции, будет препятствовать росту американской экономики, привело к тому, что в понедельник индекс стандарт NPR 500 оказался на территории так называемого «медвежьего рынка», что может привести к рецессию. Байден надеется, что предпринимаемое им установление более тесных отношений с профсоюзами поможет ему поднять существенно понизившийся рейтинг и восстановить его популярность среди демократов. Поддержка профсоюзов была ключевым фактором победы Байдена в колеблющихся Штатах на выборах 2020 года. По данным Edison Research, Байден получил 57% голосов от членов профсоюзов по всей стране по сравнению с 40% голосов, которые получил Трамп. Марти Байден организовал в Белом доме встречу профсоюзных лидеров нового поколения и поддержал выдвинутую на Капитолийском холме инициативу, позволяющую сотрудникам Конгресса объединяться в профсоюзы. Демонстративная поддержка профсоюзного движения со стороны Байдена предполагает, однако, некоторый политический риск. Крупные корпорации, выступающие против усилий по объединению своих сотрудников в профсоюзы, в марте выразили Белому дому беспокойство как публично, так и в частном порядке. Кроме того, не все избиратели-демократы однозначно поддерживают профсоюзы. Белый дом заявил в феврале, что только 10,3% рабочей силы в США были представлены профсоюзами в 2021 году по сравнению с более чем 30% в 1950-х годах. Цифры еще ниже для работников частного сектора, где членство профсоюзов упало до 6,1% в 2021 году по сравнению с 16,8% в 1983 году. Министерство финансов ввело санкции против граждан России, Украины и Швеции. Двое из них связаны с русским имперским движением. В список американского Минфина попали гражданин Швеции Антон Тулин, россиянин Александр Жучковский и украинец Станислав Шевчук. Утверждается, что Шевчук и Жучковский связаны с националистической организацией. Ранее Минфин США ввел персональные санкции против представителей МИД России Марии Захаровой, вице-премьера Дмитрия Григоренко и министра строительства и жилищного коммунального хозяйства Ирека Файзулина. Также в санкционные списки министерства попала горно-металлургическая компания «Северсталь» и ее владелец-миллиардер Алексей Мордашов. Технологическая компания «Эппл» после семилетнего перерыва вернула себе звание самого ценного бренда мира, отодвинув с первого места корпорацию «Амазон» – гиганта интернет-торговли. Второе место у интернет-компании «Гугл». По данным «Бренд Зи» стоимость бренда «Эппл» увеличилась за год на 55% и достигла 947 миллиардов долларов. Ожидается, что эта торговая марка первой пересечет границу в миллиард долларов. Бренд «Гугл», стоящий сейчас 819 миллионов долларов, подорожал на 79%. «Амазон» на третьем месте – 705 миллионов долларов. Далее следуют такие, простите, миллиардов. И «Гугл» тоже, конечно, это 819 миллиардов долларов. Далее следуют такие бренды, как «Майкрософт», «Тенцент», «Макдональдс», «Виза», «Фейсбук», «Алибаба». Замыкая десятку, «Луис Виттон» – единственный среди лидеров представитель люксового сегмента. Компания «Майкрософт» объявила, что с 15 июня отправляет на покой свой браузер «Интернет-эксплорер», которым когда-то пользовались почти все, кто выходил в интернет. О планах прекратить поддержку «Интернет-эксплорер» «Майкрософт» объявил еще в прошлом году. Одиннадцатая версия браузера «Ветерана» стала последней. «Интернет-эксплорер» появился в настольных компьютерах с операционной системой Windows в 1995 году, а к 2004 он занимал уже 95% рынка. Но затем появились более быстрые и удобные Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari от Apple, и теперь доминируют уже они. Те пользователи, которые хотят и дальше заходить в интернет через браузер от Microsoft, будут переведены на Microsoft Edge – браузер, выпущенный в 2015 году одновременно с 10-й версией Windows. «Интернет-эксплорер» уже давно отступал под натиском «Хром» и «Файерфокс», а последний сильный удар ему нанесло распространение смартфонов с предустановленными браузерами Safari у Apple и Google Chrome в телефонах на Android. По данным независимой аналитической компании StartCounter, число заходов в интернет с мобильных устройств превысило число заходов с настольных компьютеров еще в октябре 2016 года. И в том же году по подсчетам StartCounter браузером Google Chrome пользовались 60% владельцев настольных компьютеров в мире, а суммарная доля Internet Explorer и Edge тогда впервые упала ниже доли Firefox. Браузеры Edge останется функцией IE Mode для программистов и желающих пользоваться старыми приложениями. Ну и кроме того, Microsoft обещает, что его легендарный браузер останется в старых версиях Windows, включая обновленные Windows 8.1, Windows 7 и некоторые версии Windows 10. В середине 1990-х Билл Гейтс мечтал о микрокомпьютере с программным обеспечением Microsoft в каждом доме. Сейчас эти слова разве что напоминают об ушедшей эпохе Dial-Up. Но браузер Internet Explorer люди будут помнить как один из инструментов, который помог сформировать в том числе и сегодняшний мир интернета. 59-летний актер Джонни Депп вновь предстанет перед судом. Поводом для нового разбирательства стал иск члена команды фильма «Город лжи», в котором Депп снимался в 2017 году. По словам менеджера по съемкам Грегори Брукса, актер дважды ударил его в грудь, после чего несколько раз оскорбил. Предполагаемая жертва также добавила, что актер насмехался над ним и предложил 100 тысяч долларов за то, чтобы ударить Брукса. Член съемочной группы фильма также добавил, что в момент инцидента звезды «Пиратов Карибского моря» пахло алкоголем. После произошедшего с мужчины взяли обещание не заявлять о ситуации в правоохранительные органы, а затем уволили из проекта. В 2018 году Брукс подал иск в суд, подчеркнув, что получил не только физическую боль, но и эмоциональный стресс. В ответ на это Джонни Депп заявил, что действовал в рамках обороны, а менеджер по съемкам заставлял его чувствовать себя небезопасно на площадке. Слушание по делу об избиении состоится 25 июля. Интересы звезды «Пиратов Карибского моря» вновь будет представлять Камилла Васкес, которая выступала в роли адвоката на судебном разбирательстве между артистом и его бывшей супругой Эмбер Хёрд. Адвокат искателей сокровищ из фирмы «Файндер Скиперс» считает, что в ФБР препятствовали команде в поисках золота времен гражданской войны. По словам юриста Анны Вейсман, ее подопечные проводили раскопки в поисках сокровищ, одновременно этим занимались и в бюро. Охотники за кладом считают, что ФБР хотела самостоятельно отыскать золото и позже предоставила исследователям ложные сведения о его отсутствии. Позднее «Файндер Скиперс» запросили видеозаписи с раскопок ФБР. Там заявили, что предоставят 17 файлов, однако впоследствии количество было сокращено до 4. В них были кадры, которые передали ФБР совладельцы фирмы за несколько недель до начала раскопок. Искатели сокровищ полагают, в бюро тайно уничтожили кассеты, на которых были зафиксированы доказательства обнаружения золота. Ну а в самом же ФБР уверяют, что клад так и не был найден. В Соединенных Штатах родители подали в суд на детскую больницу после того, как их 4-летнему сыну по ошибке сделали вазоктомию. Пострадавшая сторона требует от виновных 500 тысяч долларов. Вазоктомия – это хирургическая операция, при которой производится перевязка или удаление фрагмента семя выносящих протоков у мужчин. Эта операция приводит к стерильности, то есть неспособности иметь потомство при сохранении половых функций. По данным СМИ, мальчику должны были сделать операцию по удалению паховой грыжи, но по ошибке провели не ту процедуру. Хирург Сьюзан Ярош сообщила родителям пациента о случившемся, предупредив их о возможных последствиях. Извинения были принесены, но никто не взял на себя ответственность за случившееся, рассказал адвокат семьи. Мать и отец мальчика опасаются, что их сын может подвергнуться издевательствам в будущем, поэтому требует от Яроша больницы выплатить им моральный ущерб. В судебном иске утверждается, что ребенок, вероятно, будет бороться с проблемой фертильности в более позднем возрасте. Кроме того, ему придется столкнуться с медицинскими расходами на лечение бесплодия. В самой больнице сообщили, что знают об инциденте, но не будут его комментировать. Главным приоритетом техасской детской больницы является здоровье и благополучие наших пациентов. Но мы не можем комментировать ситуацию из-за требований конфиденциальности, говорится в сообщении. В Луизиане мать девочки, зачатые в результате изнасилования, обязали воплотить алименты своему насильнику. В 2005 году 16-летняя американка была изнасилована 30-летним мужчиной после того, как он предложил подвезти ее до дома. Через некоторое время жертва узнала, что беременна и родила девочку. Цитирую, все предполагали, что это беременность от моего парня, и я позволила им поверить в это, рассказала женщина. Когда ребенку исполнилось 5 лет, насильник узнал о ее существовании и стал требовать передать ему опеку над девочкой. После этого суд предоставил мужчину опеку 50 на 50, несмотря на то, что ребенок был зачат в результате изнасилования. В 2022 году суд передал мужчине полную опеку над девочкой и обязал ее мать платить биологическому отцу ребенка алименты. В настоящий момент американка пытается добиться пересмотра судебного решения и вернуть опеку над ребенком. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего продолжим программу.